Здравствуйте! Сегодня я расскажу о книге Виталия Семина «Нагрудный знак Хост». Книга это о самом авторе, который в 42-м году 15-летним подростком был угнан на работу в Германию. Он становится астербайтером, то есть человеком, вывезенным из Восточной Европы, которого использовали в качестве бесплатной или дешевой рабочей силы. Мальчик попадает в лагерь для астербайтеров, где проводит страшных несколько лет каторги. У него не осталось имени, только номер 763. Домой Виталий Семин попал лишь в 1946 году. В книге он пишет, описывает одно из первых ярких впечатлений от Германии. Когда они переносили мебель с одной фабрики на другую, по тротуару шли две женщины-немки, красиво одеты, с детьми, такими же разодетыми дети, начинают кидать астербайтера в камни, но никто их не останавливает и даже не делает замечаний. На грудном знаке автор честно описывает свой характер. Он был мечтательным, воспитанным подростком, и каждая встреча с жестокостью и с какой-то там несправедливостью его шокировала. Других людей использовать в своих целях он не умел и так и не научился. Книга на грудный знак Ост впервые вышла в России, а потом уже и печаталась за рубежом, в Польше, в Чехословакии и в Германии. И вот однажды писателю позвонили из немецкого издательства и пригласили его в Германию. Он принял предложение, и когда его спросили, что бы он хотел о встрече, какие города бы хотел посетить и места, он сразу сказал, что он хотел посетить те города, в которых он работал на фабрике. Автор увидел совершенно новую Германию, и более того, он встретился с сыном того самого фабриканта, на которого работал несколько лет, даже пожал ему руку. Автора очень удивила новая Германия. Это была красивая, комфортная страна. Совсем другая Германия, которую он помнил в военное время. Как говорит сам автор, мне понадобилось 30 лет жизненного опыта, чтобы я сумела кое-что рассказать о своих главных жизненных переживаниях. Я желаю вам литературного открытия. Будьте здоровы!